здравствуйте друзья понедельник утро движемся на работу и все у нас замечательно единственная вот новость такая более-менее завели мы аккаунт на перископе у меня вообще есть андроидный такой планшетничек небольшой так он больше для познавательных целей поскольку я собственно особо не пользуюсь но так он и он есть вот и я на него установил поскольку на мой windows фон перископа нету значит поставили мы на эту планшетничек вот и так вроде все ничего я там дал сообщение в фейсбуке написал в твиттере написал у нас сегодня с утра там где-то не знаю 75 человек которые к нам подключились мы стеки followers ну как бы подписчики да значит и я немножко попробовал как это выглядит во время трансляции поскольку опыта у меня никакого нет вот этот бродкастинг я посмотрел чего чего там происходит вообще давайте я может быть поделюсь впечатлениями первое у тебя перед глазами карта на этой карте у тебя такие точечки красные и в каждой красной точечке написано сколько там народу вещает примерно в этом месте по соединенным штатам вечером это было я смотрел вчера воскресенье вечером я смотрел по соединенным штатам а точечек было много именно вот в америках в латинской и в сша по времени просто так получалось там было что два человека в москве там девочки с украины и а так вот в основном вот все происходило в американском на американском континенте в этот момент времени там было чем где-то 200 вещателей одновременно то есть на самом деле не безумно много поскольку каждый вещающий называет как-то свою трансляцию то сразу видно кто например по русски это делает то есть я могу находиться в лос-анджелесе но если я ее назову эту свою трансляцию там привет всем там бла-бла-бла и по-русски это напишу соответственно все будут знать что трансляция по-русски могут подключаться хотя я понаблюдал за девочкой армянской русскоязычный из лос-анджелес вот она тоже так по-русски назвала и было видно что это по-русски и девочка значит она так ее и по-английски спрашивали и по-русски спрашивали она так переходила с языка на язык но в основном это было у меня вещание шло по-русски она просто танцевала симпатичная девчонка такая 21 год в общем такое зрелище специфичное конечно я подумал что очень неплохо для изучающих английский язык хорошая практика то есть это не люди которые дикторы профессиональные или там актеры а вот просто вот люди вот вы хотите там послушать как люди говорят вы хотите привыкнуть к обычной такой речи пожалуйста там вот и и американцы белые американцы черные и латинос и там на самом деле со всего мира еще люди по-английски тоже вещают вот там были какие-то ребята из саудовской аравии говорили на английском потому что целая группа была вот поэтому можно можно очень неплохо практиковаться в языке хотя на самом деле конечно можно миллион других способов иметь да там на ютюбе полно всего но так вот я подумал что это неплохо для изучающих чтобы лучше понимать такой бытовой язык а там и сленга полно у людей и так далее да значит и что получается там очень трудно не уйти незамеченным то есть вот мы с наташей квик она меня как бы тренировала показывала как эта штука работает и так как то я параллельно с ее инструкциями то есть я там запустил свою собственную трансляцию просто чтобы там на кнопочки посмотреть которые нажимаются и за буквально там пара минут ко мне там подключилась пять человек которые я нечего не подключились то во всяком случае когда сотнями тысяч бродят по поводу с этим со своим перископом люди получите какое то внимание я не знаю там зачем люди это делают какой может быть просто фан у них или там еще что то я понимаю что актеры или там люди ну такие люди видны у них это может быть как то так часть часть их жизни часть их работы паблик релейшнс вот это вот но полно просто вот нормальных обычных людей которые так вот дурака валяют в общем получают удовольствие от жизни что еще сказать да мы будем делать какие то трансляции я думаю что вот что то вроде вопросов и ответов у меня много писем которые я никак не могу собраться на них ответить потому что они большие большие такие вы если зайдете на форум залив . орг там у меня где на форуме висят вот письма я вывешиваю то что там висит это письма которые я повесил для того чтобы на них ответить то есть вы можете сами туда повесить но я уже так когда мне пишут в других каких-то каналах я туда перебрасываю чтобы не потерять бывает вопрос хороший хотя наверняка я что-то подзабываю где-то там не улавливаю пропускаю голы но есть место где люди вешают вопросы где и куда я тоже стаскиваю вопросы там сейчас их 22 осталось да и вот я может быть буду вот на эти вопросы отвечать если есть что-то или будет возникать что-то по ходу дела то конечно очень здорово по ходу дела отвечать на вопросы мы попробуем я не знаю во что это выльется там конечно какой-то вот такой народ который подключается сбоку слева справа такой неожиданный народ надо понять как с этим быть потому что ну я не знаю механизм блокировки очень простой делается двумя кликами вот нажимаешь на картинку этого человека и следующее движение ты его заблокировал то есть там безобразничать особо им там не удастся но я понимаю что происходит то есть какие-то люди приходят а вы кто? а что вы тут делаете? а у нас там какой-то разговор идет там и так далее ну то есть комбинация двух факторов один фактор что досужий народ подходит другой фактор что досужий и не досужий а наверняка будут люди которые заинтересуются они просто не знают про нас а так они вроде как узнают ну в общем не поймешь какой вектор там перетянет и вообще стоит ли игра свеч но если мы не попробуем то мы наверное и не узнаем никогда вот так что ну попробуем во всяком случае для общения нашего с вами то есть моего с вами значит это вполне такая приемлемая штука во всяком случае все происходит в режиме реального времени теперь вот что нам надо со временем как-то понять я честно говоря не знаю когда лучше это делать вот когда мы делали вебинары там по поводу резюме там и ответов на вопросы это было пару лет назад то происходило так мы это делали поздно вечером по США ну допустим это была пятница пятница что нибудь я не помню часов десять вечера я начинал вот как то так это было 9 утра по москве то есть мы ориентировались на московское время утро в москве в субботу вот как бы люди у них есть время потому что получалось так что в будние дни было неудобно я не знаю в общем я подстроюсь мне собственно как бы не сложно у меня свободный режим времени я могу в любое время спать могу в любое время работать мне как-то совершенно без разницы когда день когда ночь то есть я так легко перестроюсь ну не то что в три часа ночи конечно но допустим там вот когда эти вебинары шли с десяти до двух я себя прекрасно чувствовал то есть я обычно часа в два ночи и ложусь спать в общем-то ну между часом и двумя мое нормальное время значит да поэтому я в этом смысле как бы спрашиваю вашего совета то есть или мы это будем делать вот так же но я просто не знаю насколько кому-то хочется с утра там в субботу слушать что-то такое или там как-то вот так участвовать я не уверен может поспать хочется наоборот в субботу там то мы какие-то полезные вещи обсуждали там про резюме про поиск работы ну что-то такое где хотелось участвовать многим то есть там хорошо за сотню было участников при том что у нас на канале тогда было там двадцать тысяч не восемьдесят как сейчас вот а а я не знаю мне все равно то есть я могу выйти в какое-то неудобное время не знаю сколько там будет людей вот в общем мы тогда договоримся и я ну в смысле я послушаю какие предложения будут и остановлюсь на чем-то или может быть мы попробуем разные режимы попробуем так попробуем всяко я понимаю что кто-то не не пользуется этим перископом вообще я сам такой что там говорить вот но во всяком случае у меня давно была мысль о том чтобы делать такие прямые трансляции когда можно там и в комментариях и все такое тут же спросил тут же ответил но вот как-то сложно было все это сделать то есть это делается но это сложно а тут вроде совсем просто я подумал что надо попробовать мы можем конечно параллельно держать какое-нибудь окошечко в скайпе открытым я думаю скайп или что-то еще сделать в общем какое-то окошечко держать открытым чтобы туда вопросы скидывать или например какой-нибудь помощник у меня заведется который будет вопросы подчитывать и в скайпе мне скидывать может быть так проще чтобы я успевал понимаете когда на на таком девайсе не очень удобно не очень удобно читать эти вопросы и одновременно разговаривать с людьми понимаешь либо ты разговариваешь либо ты читаешь если ты разговариваешь и посматриваешь значит какие-то вопросы ты пропустишь то есть наверное мне какой-нибудь помощник понадобится для этого дела ну посмотрим я не хочу сказать что с первого раза будет идеально но наверное мы приноровимся и как-то сделаем из этого что-то полезное такое во всяком случае вот эта проблема разговора в реальном времени она существует она существует так что наверное это все вот так ну или решится через перископ или тогда будем какой-то другой способ искать но в общем это нужно решать такую штуку она действительно актуальна эта проблема вот наверное и все что у нас дальше дальше у нас кроме перископа у нас завтра начинается новая группа фуллтайм для нас группа фуллтайм это всегда такая веселуха потому что собирается много народу приезжего и они у нас потом вот значит на ваших экранах возникают на нашем канале эта группа которая сейчас пойдет там много местных достаточно много местных потому что мы тут пересекаем новый год и в этот момент тем кто хочет учиться на фуллтайм им сложно приезжать потому что и билеты дороже и с жильем там больше напряженки и там планы всякие поэтому вот увидев что эта группа собирается не очень быстро мы ее доукомплектовали местными которые сейчас в очереди стоят потому что у нас фактически до марта месяца нету дневных групп уже все все забито вот мы значит там сколько-то туда отправили вот такие у нас новости что еще инстаграм значит у нас появился аккаунт на инстаграме и я его поставил ссылочку дал на него на нашем канале если пойти в этот about Silicon Valley about и там вот теперь есть ссылочка на инстаграм и на перископ тоже я поставил что там что там с инстаграм у меня там даже пять фоток вот я приноровился значит их туда отправлять сил на то чтобы фотки обрабатывать и делать из них что-то такое эдакое в фотографическом смысле значит таких сил у меня нету но просто раз уже взялся знаете как значит надо какие-то картинки вешать но я подумал шапку меня много вот буду пока с разными шапками ну и потом ребята приходят в в офис там все время селфи какие-то делают я думаю а что они селфи делают а я нет вот будем с ними сниматься там тоже вывешивать как ни странно народ смотрит и комментарии даже оставляет у меня там есть там какие-то фотки там мы по 30 комментариев я думаю надо же в папахе вот я снялся так знаете чего с папахами пишут на чеченцы похож так что друзья видите как мы все похожи то вот если папаху оденешь так уже не поймешь где чеченец а где еврей вот так вот да ну в общем такие вот у нас последние новости то есть мы как-то продвинулись в социальных сетях немножко я не знаю это нам в плюс или в минус ну не в минус так точно наверное не знаю вот а в плюс или не в плюс не знаю какое то есть оживление я замечаю с точки зрения просмотров вот у нас в декабре это всегда так каждый год такое одно и то же в декабре ближе к новому году ну не только в декабре там может быть даже и заранее так как-то падает количество просмотров вообще активность на канале падает а в январе после нового года начинается некоторое оживление то ли от того что люди там еще на работу не пошли значит салат оливье доели там водку там шампанское допили и уже не знают чем заняться может быть пошли вот посмотреть у меня письмо тут есть на руках очень интересно человек как-то вот ну такой уже что называется возраст как это возраста в общем когда мужики когда мужиков ломает кризис среднего возраста вот значит и он короче в возрасте таком и его что-то ломало вот и он засел никуда из дома не выходил и три месяца подряд смотрел наш канал ну не то что специально наш он на него наткнулся когда решил вот так как-то найти новый путь в жизни и вот наткнулся случайно на наш канал и вот три месяца смотрел вот и говорит вообще-то у меня два высших образования но если такое дело так я могу и на тестера тоже выучиться вот такое совершенно замечательное письмо очень трогательное я был в восторге неописуемым представляете вот человек сидел три месяца нас смотрел ой мама родная даже как-то стыдно стало ну ладно я думаю что я там такое наговорил то но я правда искренне всегда говорю я не я дурака не валяю и там ничего специально такого не подпускаю поэтому наверное все так по честному но во всяком случае как-то я подумал боже что же я там за столько лет наговорил а человек все это смотрит и как бы конфуз какой не произошел с этого вот а так писаете пройдет там три года и кто-нибудь как начнет картинки смотреть там на инстаграме и скажет а что это ты Михаил Петрович раньше-то помоложе был я скажу да грешен грешен хотя с другой стороны можно сказать что тот кто это скажет и сам моложе не стал правда за три года или за пять или за десять в общем такие вот дела пока мы с вами тут бла-бла-бла всякие приехал я на работу вы видите у нас пасмурно это вообще такое счастье вы не представляете вот уже несколько недель пасмурно холодно дождики такие льются по ночам особенно вот и пишут пишут что не радуйтесь преждевременно граждане калифорнийцы значит с одного хорошего эльниния много вам воды не будет значит это вот надо чтоб таких лет было там четыре пять шесть чтобы сказать что у нас воды есть надолго и можно спокойно вздохнуть ну что тут сказать вот не знаю что дальше будет пока тихо радуемся дождики идут причем они не штормовой идут там же знаете они же предсказывали что затопит все они же говорили что дожди у вас конечно будут но вас затопит и снесет то есть от дождей вам будет только горе вот но пока тьфу-тьфу-тьфу не дай бог чтоб не сглазить значит пока все очень и очень мило вот вы видите да то асфальтик мокренький такой сыроватенький ой смотри в галстуках народ ну прям обама ой господи а мы ходим как разгильдяи в нашем офисе только портим бизнес обстановку на этой плазе да все друзья давайте я развернусь вот могу кепку одеть хотите для вас специально одену кепку вот значит все друзья прибыл я на место прохождения действительной службы и о Софию вижу она не знаю меня не видит там в окошечке в общем отправляюсь на рабочее место чего и вам желаю не знаю что не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю что не знаю